Мы с вами привыкли к космическим успехам, редко задумываемся вообще о сложности космической техники, изобретательности людей, которые её строили, как опереться на пустоту вакуума, как не заблудиться и прочее, прочее. Поэтому это передача данных об остроумных, важных идеях людей, которые произвели, собрали, придумали эти сложные механизмы. На прямой связи из Уфы известный популяризатор астрономии и космонавтики, блогер Филипп Терехов. Филипп, здравствуйте. Здравствуйте. Вы пишете, что любопытная история разыгрывается сейчас на околоземной орбите. Российский спутник-инспектор подбирается к американскому спутнику-шпиону. И тот пытается своими маневрами затруднить сближение, а астрономы наблюдают за происходящим астрономолюбителей и рассказывают нам. Вот сразу непонятно, что значит подбираются? Это что, так просто управлять джойстиком, чтобы он незаметно как-то подобрался и блокировал, затруднил маневры? Нет. В данном случае подбирался, в смысле он выходит на близкую орбиту. То есть это специфика, скажем так, орбитальной механики, которая заключается в том, что аппараты выходят на разные орбиты и могут выполнять маневры, которые сделают так, что они окажутся, допустим, рядом друг с другом. Вот с чем сравнить? То есть аппарат, допустим, Союз, который полетел на МКС, он сначала выходит на орбиту, которая находится, допустим, в плоскости орбиты МКС, очень близка к ней, но она находится ниже. Затем он синхронизирует свою орбиту с МКС так, чтобы в какой-то момент оказаться рядом со станцией и, соответственно, гасит свою относительную скорость, то есть тормозит от относительной станции и подходит и стыкуется. Вот то, что мы говорим про вот это вот движение этих спутников взаимное, там речи о стыковке не идет. Получается, российский аппарат, он, получается, его запустили в конце ноября, он вышел в плоскость орбиты, которая была близка к плоскости орбиты американского разведывательного спутника, который, в общем, работает уже давно, со 2013 года. Это само по себе могло еще ничего не означать. Эти аппараты летают на солнечно-синхронной орбите, там это достаточно такая популярная орбита, там есть много спутников, и российский аппарат стал выполнять маневры, которые выводили его на орбиту, которая приближается к американскому аппарату. И вот здесь уже возник вопрос, то есть это что, это попытка сблизиться или нет? Что мы сейчас наблюдаем? В чем там специфика? Вот я сейчас нужно пояснить. Дело в том, что, в принципе, любой желающий, кто угодно из наших слушателей, может открыть сайт и получить параметры орбиты очень многих спутников, практически большей части спутников, которые летают совершенно бесплатно, они открыты для доступа. Но это не все будут спутники. Собственно говоря, это сайт изначальной данной, это сайт, получается, NORAD, это фактически американская организация, которая занимается в том числе и слежением за космическими аппаратами, и они приняли такое решение, что они выкладывают орбиты спутников в открытый доступ. Но они не выкладывают орбиты военных спутников американских. По сути, они не раскрывают движение собственных аппаратов. И вот тут как раз нам пригождаются, получается, астрономы любители, которые как раз наблюдают, фиксируют пролеты спутников, по этим пролетам определяют параметры орбиты и публикуют уже их сами. И что получается? То есть мы видим, что российский аппарат выходит на орбиту, которая через несколько дней приведет к тому, что он будет пролетать достаточно близко от американского. После этого астрономы-любители замечают, что американский аппарат выполняет небольшой маневр и переходит на чуть другую орбиту таким образом, чтобы помешать российскому аппарату сблизиться. Фактически это такая очень медленная гонка, но это действительно похоже на гонку, потому что один аппарат пытается приблизиться, а второй, меняя свою орбиту, эту попытку пытается, скажем так, уйти в сторону. А зачем это вообще нужно? Чего добьется один спутник, приблизивший к другому? Чтобы это понять, нужно поговорить о том, что такое спутник-инспектор. С самого начала, с первых, с такой золотой эры начала космонавтики возникла идея, потому что тогда еще была холодная война, возникла идея, а давайте мы будем делать аппараты, которые будут подлетать к аппаратам, получается, потенциального противника и их изучать. Ну, как минимум изучать, то есть там в тех проектах были какие-то идеи, может быть, по какому-то нарушению работоспособности, но это, скажем так, находится под вопросом. Мы знаем, что просто в силу орбитальной механики далеко не каждая орбита или аппарат вообще будет удобен для наблюдения в том смысле, что можно запустить аппарат, который приблизится к нему, к одному, но не сможет наблюдать за другими аппаратами. А, допустим, аппарат, который запущен на геостационарную орбиту, он может постепенно перемещаться, посетить много разных аппаратов. И, собственно говоря, начиная с 90-х годов Соединенные Штаты Америки, они стали запускать именно спутники. Инспектор, первый аппарат, он был запущен еще, получается, в 90-х, но о нем фактически узнали именно при помощи любителей уже в нулевых. То есть, по сути, 10 лет прошло. Но с тех пор стало больше информации, плюс сами американцы стали больше рассказывать. И, например, мы знаем, что с 2014 года, то есть там было запущено два аппарата, потом в 2016 году еще два аппарата, как минимум четыре американских спутника-инспектора работают на геостационарной орбите и посещают местоположение других спутников. А что они инспектируют, Филипп? Что инспектируют? Просто по расстоянию сближения, скорее всего, они наблюдают за трафиком, который передается, данные передаются. То есть, в принципе, военные спутники, они трафик шифруют, поэтому, скажем так, в зависимости от того, каким образом происходит шифровка, шифр может быть нерационально даже пытаться взломать, потому что есть подобные подходы. Но даже сам факт о том, когда была передача, то есть, может быть, шифр менее стойкий, это интересно, также можно посмотреть визуально на аппарат. В принципе, для низкоорбитальных спутников это не так важно, просто потому что хорошие оптические системы позволяют достаточно неплохо рассмотреть аппараты на низкой орбите. Собственно говоря, мы знаем, что вот этот американский аппарат, он, скорее всего, является спутником оптической разведки KH-11, это тип спутника. И, например, мы знаем, что в начале нулевых годов тоже один из астрономов-любителей, он сделал совершенно шикарную фотографию при помощи, скажем так, доступного, совершенно не секретного оборудования. Он сделал фотографию этого аппарата, когда он пролетал на высоте, там, нескольких сотен километров над ним. Потом это, то есть, по этой фотографии был реконструирован внешний вид фотографии, вполне себе доступна в интернете, и можно, по сути, скажем так, с очень неплохим качеством увидеть совершенно секретный американский аппарат. Давайте еще вот о чем поговорим. Вы свои выступления начинаете со слов «Почему не каждая ракета взрывается?» Я предлагаю с этого же и начать. Почему, Филипп? Космонавтика, космическая техника — это одна из вершин прогресса. То есть, там попадаются технологические решения, которые совершенно уникальны и позволяют достичь каких-то результатов, каких-то параметров, которые, в принципе, не были представимы раньше. Ну вот, для примера, например, не так давно на орбите работал аппарат «Лиза Попфайндер», который использовался в качестве тестового стенда для гравитационной астрономии. То есть, был запущен специальный аппарат, чтобы проверить, а можно ли, работая в космосе, получать данные именно по гравитационной астрономии. То есть, мы знаем, что у нас не так давно были открыты гравитационные волны, но они были открыты при помощи наземных детекторов. Этот аппарат проверял возможность космических детекторов. И что получается? Главным измерительным инструментом этого аппарата были два кубика из сплава золота и платины, которые были позиционированы в итоге. То есть, там была измерялась точность их перемещения на уровне фемтометров. Что такое фемтометр? Вот представьте, у нас мили — это 10-3, микро — это 10-6, нано — 10 минус 9, пика — минус 12, и фемто — в минус 15. То есть, представьте себе, что у вас кубик, вот этот вот кубик из сплава золота и платины, его положение и расстояние между ними, между двумя кубиками, оно измерялось с точностью, сравнимой с диаметром даже не атома, а с диаметром протона. То есть, у нас атом состоит из протонов, электронов, и еще могут быть нейтроны. И представьте себе, что у вас объект макромира, кубик, он вполне такой, как бы, вполне заметных размеров, представьте себе, я точно размеры не помню, но сравнимый с парой спичечных коробков, плюс-минус, такого порядка. И вот представьте себе, что позиционирование вот этого объекта, макромира, оно фиксировалось с точностью, измеряемой для микромира. То есть, понимаете, что вот этот кубик, он же тоже состоит из атомов, да? Получается, что точность этих измерений была сравнима с тем, что вот этот сам кубик, он уже на том уровне, он превращался в набор атомов, и, получается, его положение фиксировалось с точностью именно микромира. Вот это один из примеров, понимаете? В то же время есть какие-то совершенно решения, которые кажутся, только кажутся, специально скажу, они кажутся какими-то старыми или устаревшими, или странными, банально. Один из типов двигателей просто на сжатом газе. Никаких супертехнологий. Ну и о чем это нам может сказать? На сжатом газе, например, ориентировался, то есть поворачивался в пространстве корабль, на котором летал Гагарин. Понимаете? Вот с тех пор. Правильно ли я вас понимаю, что эта технология настолько проста и равно гениальна, что от нее и в 21 веке не отказываются? Вот есть технология, она очень простая. Мы берем газ, сжимаем его в баллон, потом ставим маленькие, получается, двигатели ориентации с соплом лаваля, да, и просто при помощи маленьких электрических клапанов открываем клапан, чуть-чуть газа выходит. Получается маленький импульс, да? Примитивно до ужаса, но работает до сих пор. Ну, мы, кстати, это видели в фильмах в некоторых, правда, да, как... Как раз это, там-то как раз был детский сад, потому что там не было, то есть там, по сути, не было полноценной системы управления, ориентации как бы... А вы про какой фильм сейчас? Ну, например, про либо «Марсианин», либо там «Гравитация». Там, да, да, там, да, ребята управляют собой в пространстве. Просто в реальности они бы, скорее всего, просто закрутились на месте, потому что они не могли бы достаточно точно рассчитать свой центр масс, чтобы разместить огнетушитель там или палец с проделываем отверстием так, чтобы двигатель создавал тягу, именно будучи приложенным по вектору относительно этого центра масс, а не находился сбоку и не привел бы просто к закручиванию. То есть в реальности как раз вот именно у них бы ничего не получилось. А какой фильм вы предлагаете посмотреть, чтобы был достоверный и вот не крутили нос так скептически люди, которые понимают физики, аэродинамики, астрономии и так далее? Ну, лично у меня на, по сути, первое место до сих пор, вот сколько я фильмов не посмотрел, занимает фильм «Аполлон-13». Это вот 90-й американский фильм про аварию как раз на «Аполлон-13». Отлично снято. Там, конечно, есть небольшие технические ошибки, но в целом очень неплохо. Там, например, даже потрудились и некоторые сцены сняли в летающей лаборатории невесомости. То есть когда там актеры пролетают по реквизиту, они-то делают в настоящей невесомости, как будто бы это действительно происходило в реальном аппарате. А давайте поговорим о перевозке ракет и аппаратов. Это такая глобальная история. Целый караван движется со скоростью один шаг в сутки. Ну, я немножко утрирую, конечно же. Я просто видела это своими глазами однажды. Но дело не в этом. Дело в том, что почему их не строят там, откуда они должны взлетать? Ну, построили ангар, разобрали ангар. Зачем эти трудности? Этот риск. А некоторые строят, кстати. То есть на самом деле, если мы говорим конкретно про вывоз, получается, на стартовый стол, есть ракеты, которые собирают прямо на стартовом столе. То есть если ракета достаточно простая, достаточно небольшая, ее можно просто при помощи обычных строительных кранов собрать на стартовом столе. А у Илона Маска именно такие ракеты? Кто их собирает? Нет, у них нет. Это именно сравнительно простые тендотопленные ракеты, Таврус или Минотавр. Вот они собираются на стартовом столе. Это наши? Это американские. Это американские. Название как-то по-нашему звучат. Я проехала, что мы так называем. Ладно, хорошо. А все-таки, как перевозят ракеты? Самая правильная перевозка из доступных человеку? Ответ на ваш вопрос, он именно, по сути, раскрывает очень важную сторону того, что я рассказываю. Почему? Потому что не бывает, очень часто не бывает того, что самое лучшее всегда и во всем. Вот помните эти двигатели на холодном газе, про которые я говорил? Да? Да. Они выгодны только для того случая, если вам нужна маленькая тяга. Если вам не нужно большое перемещение аппарата. Понимаете? А если вам нужно, чтобы аппарат изменил свою скорость на большое количество километров в секунду или даже километров в секунду, вы ставите же другие двигатели, другого типа, да? А вот, возвращаясь к ракетам, в принципе, есть какие-то инженерные компетенции, кому как удобней, кто как умеет, ему привычнее это делать. И есть, соответственно, еще и специфика. То есть, например, традиция, к которой, скажем так, привыкли вывоза ракет, получается, в Советском Союзе и сейчас в России, это то, что ракеты вывозятся на старт горизонтально. Это, в принципе, достаточно удобно. Можно по железной дороге так его вывести. Но там необходимо, получается, устанавливать стартовое сооружение. И нужно ее устанавливать, получается, переводить в вертикальное положение, да? Например, некоторые аппараты космические, они просто не проектируются, у них нет необходимости выдерживать нагрузку на изгиб. Поэтому, если вы аппарат поставите вот так вот на ракету, которая стоит в горизонтальном положении, у вас аппарат просто согнется и сломается. Поэтому, например, на космодроме Куру, это французская Гевиана, там, получается, вывозят ракету без головной части, ставят ее вертикально, потом, получается, приезжает башня обслуживания, и там уже загружается головная часть в вертикальном положении. Так что аппарат не испытывает нагрузок на изгиб. Вот для американцев они привыкли вывозить вертикально. Это имеется и минусы в том смысле, что, например, приходится строить высокие монтажно-испытательные корпуса. Филипп, а их не смущает сопротивление воздуха? Я сейчас даже не шучу, потому что это очень странно, ввести такую махину в вертикальном положении. Ну, в принципе, в чем-то вы правы, потому что при подобной перевозке действительно нужно учитывать, чтобы... Не завалилось. ...сильный порыв ветра ракету не прокинул, совершенно верно. Но, с одной стороны, ракета перевозится, в принципе, в незаправильном состоянии, это еще ухудшает ситуацию, потому что она сравнительно легкая. Но, в принципе, там есть крепление, тоже такое привычное решение. Это ставятся так называемые разрывные болты, то есть это болт, внутри которого есть небольшой заряд взрывчатки, и при старте ракеты эти болты взрываются, и ракета перестает быть прикрепленной, именно вот как бы сильно прикрепленной к стартовому столу, и может спокойно уходить под тягой двигателя. Зачем им это? Почему они не... Потому что, мне кажется, когда... Да и человек лежит, ему как-то лучше и проще. Чего им не имется-то? Смотрите, у каждого решения есть свои плюсы и минусы. То есть, если вы вывозите ракету вертикально, у вас нет необходимости ее поворачивать в вертикальное положение для установки стартовое сооружение. Вот. Это, например, плюс. Также вы можете сразу вывозить ее с полезной нагрузкой, которая как раз не будет испытывать изгибающих воздействий. А вот что самое дорогое на данном этапе? Что там, я даже не знаю. Самое дорогое — это полезная нагрузка, очень часто бывает. Что вы имеете в виду? Спутник, который мы выводим. То есть, часто спутник дороже ракеты. В принципе, какие-то элементы системы управления могут быть дорогими, двигатели могут быть дорогими. Хорошо, принято. А скажите, пожалуйста, что очень нужно, но никак не добьются совершенства или не могут изобрести? Есть такое? В принципе, наверное, самая такая большая проблема в этом смысле — это стоимость вывода килограмма на орбиту. То есть, вот эти ракеты, они, по сути, являются пока единственно возможным, но все еще достаточно, как сказать, не то что неэффективным, но пока еще сильно дорогим способом доставки на орбиту. Потому что, в принципе, это очень большая и очень интересная тема о том, каким образом инженеры разных стран, разного времени, разных поколений, они эту задачу пытались решить, то есть, каким образом сделать так, чтобы каждый килограмм на орбиту стоил все меньше и меньше. Это, по сути, борьба идет. Научные вот это вот исследования, они идут непрерывно и будут идти еще дальше. Вы говорите, главное — не врезаться, не сбиться с пути. Космос большой. Господи, что там бояться? Куда сбиваться? Ну, конечно, вопрос тут о ориентировке. Потому что вокруг темнота, и иногда и земля в иллюминатор не попадет. Солнце только или что сейчас уже? Какую задачу решает система управления? Представьте себе, что вы садитесь на велосипед, закрываете глаза, едете 10 минут и после этого въезжаете в гараж, который по размерам всего на миллиметр больше вас на велосипеде. Легко! Шучу, да. Просто, по сути, вот это примерное, именно простое на бытовом языке описание той точности, с которой обеспечивается выведение современными ракетами-носителями. А зачем такая точность? В чем фишка этой точности? Зачем она? А потому что, если мы хотим попасть на нужную орбиту, нам нужно туда попасть очень точно. Это чтобы больше ни с кем не пересечься и не разрушился бы аппарат? Нет, нет, не обязательно. Потому что, представьте себе, да, ну, вот, вот, скажем так, есть хорошие игры или симуляторы, даже правильнее сказать, да, вот Kerbal Space Program или Orbiter. Вот одна из проблем, которая там есть, вот если вы непосредственно в нее поиграете, вот реально проблема, как при перелете Земля-Марс в этот Марс попасть, потому что он маленький, легкий, и нужно именно очень точно прицеливаться при помощи специальных инструментов, которые там есть, и еще при этом корректировать орбиту, потому что есть какие-то неучтенные воздействия, которые эту орбиту меняют. Вот если мы говорим про какие-то там земные орбиты, да, вот та же самая геосфонарная орбита, она имеет совершенно конкретные параметры, 35, там, 700 и так далее, вот, и определенные параметры, допустим, наклонения орбиты, да, то есть чтобы мы двигались именно в правильном направлении. Вот именно тогда у вас аппарат будет висеть неподвижно, потому что если вы выйдете на орбиту, которая этим параметрам не соответствует, у вас будет аппарат смещаться относительно земного наблюдателя влево, вправо, вверх. То есть прилетим не туда, куда нужно, как минимум. Да, и вы, получается, прилетите не туда, будете перемещаться, и вместо того, чтобы ваш спутник можно было принимать на антенну с Земли, причем неподвижную, собственно, спутник, говорит, телевидение, геосфонарная орбита, оно именно... Триколор перестанет показывать на моем теле. По сути, да, да, по сути, да, то есть если спутник будет уходить, то вы не сможете на него направить в правильном направлении. Вот оно что, когда прекращается трансляция, оказывается, спутник сбивает с пути. Ладно, это я все шучу. Мне теперь интересно поговорить про торможение. Все-таки какие проблемы в торможении, как они решаются у разных космических стран? Если мы посмотрим на соотношение Земли и суши, да, то нашу планету было бы правильнее назвать не Земля, а вода. Да. Потому что, по большей части, у нас по большей части покрыты водой. И если мы будем пытаться садиться абы как, абы куда, то, скорее всего, мы окажемся где-то в каком-то море-океане и ищи нас потом свищи. Вот. Поэтому, если мы хотим приземлиться в нужном месте, нам это нужно делать с умом и очень точно прицеливаться. Сначала аппарат переходит на орбиту, которая, по сути, погружается в атмосферу. Причем он сделан специально таким образом, что у него есть подъемная сила. То есть, по сути, атмосфера, кроме того, что она бесплатно тормозит, потому что... Ну, представьте себе, что у вас... Трение, трение, да, я понимаю, о чем речь. Если бы у Земли не было бы атмосферы, то было бы совершить посадку, мягкую посадку на Землю весьма и весьма сложно. Нужно было бы погасить всю ту скорость, которую мы развили при помощи этой большой ракеты. И получается, что у нас есть атмосфера, которая нам дает, по сути, бесплатную возможность затормозить, и у аппарата есть сравнительно небольшая подъемная сила. И он при торможении, причем нужно еще, чтобы он не сгорел при этом торможении. Кстати, есть вот заблуждение, вы сказали про трение, да? А главная причина нагрева – это перепад давления. То есть мы настолько быстро движемся, что у нас возникает настолько большое давление, что это приводит к нагреву. То есть как бы трение там тоже влияет, но в весьма малой степени. То есть давление атмосферы на аппарат с внешней стороны, вы про это? То есть как бы скорость приводит к перепаду давления, которое дает очень большой нагрев. Вот так правильнее сформулировать. Большая скорость – это большой перепад давления в то, по сути… В коридоре движения и со всех сторон снаружи. Да, уловила, поняла, 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 да. Вот. И получается, что параллельно, что мы не только не сгораем в атмосфере, мы еще и управляем и садимся. То есть аппарат знает, получается, как у него там уменьшается скорость, и он прицеливается в нужную точку, чтобы, в общем, совершить достаточно точные посадки. И потом уже, то есть потом, когда мы проходим плотные слои атмосферы, мы уже тормозимся достаточно, можно уже, получается, например, сбросить этот теплозащитный щит, которым мы защищались от того, чтобы не сгореть. И уже там возникает следующая задача, чтобы мы мягко сели. Да, это тоже веселая задача, потому что если у нас не раскроются какие-то там или не включатся какие-то системы, которые нам обеспечивают мягкую посадку в финале, то мы ударимся Землю со скоростью примерно 300 где-то километров в час, и все закончится весьма-весьма печально. Именно поэтому у нас есть, получается, как обычно раскрываются парашюты. Такие обычные, к которым мы привыкли, вы имеете в виду, стандартные или какие-то особенные? Обычно в том смысле, что у нас сейчас есть первые ступени SpaceX, Falcon 9, которые садятся на двигателях. И, например, New Shepard. То есть это аппараты, которые совершают мягкую посадку, пусть и с суборбитальной траекторией, но они совершают посадку на двигателях. Как бы это просто... Я видела, видела этот ролик. Поэтому я выжилен сказать, что они... То есть как правило, у пилотируемых аппаратов у них открываются... Там тоже интересны, например, ситуации, потому что парашют, его нужно определенным образом раскрывать, нужно обеспечить его надежность. Поэтому, например, на Союзе там стоит два парашюта. Один основной, другой запасной. В, скажем так, американской традиции кораблестроения там раскрывается, допустим, три парашюта с запасом. Или даже четыре. Вот сейчас есть аппараты... Красный, синий и белый. Нет, это же американская. Ну, у них такие же цвета, я напоминаю. Слушайте, а вы говорили о том, что есть у них традиция садиться на воду, а мы все больше на сушу. Ну, это тоже сейчас потихоньку изменяется. Дело в том, что проблема парашюта в том, что он очень хорошо тормозит, но до довольно высокой скорости сравнительно. То есть у нас есть скорость снижения несколько метров в секунду. Это довольно много. Мы должны на последних этапах посадки сесть мягко, чтобы не удариться сильно. Это можно сделать разными способами. Например, получается, на корабле «Союз» стоят двигатели мягкой посадки. Это достаточно простые, это топливные двигатели, которые включаются по команде от высотомера и тормозят буквально в последние секунды перед касанием. В идеале получается мягкая, удобная посадка. А с какой скоростью приземляется астронавт в этом аппарате? Сейчас так вот на вскидку не скажу. Снижение на парашюте — это больше 5, меньше 10 метров в секунду. Дальше. Есть второй вариант. Мы можем садиться на воду, то есть мы можем специальным образом наклонить аппарат, чтобы он под углом вошел в воду и сама вода выступила как амортизатор. Потому что если мы просто плоским днищем шлепнемся прямо о воду, это будет серьезный удар, это неправильно. Именно поэтому аппараты, которые садятся на воду, они садятся под углом специально, чтобы они углом вошли, и увеличение площади, увеличение торможения от воды шло постепенно. И получается тоже довольно мягкая посадка. Но это еще тоже не все возможные варианты, потому что, например, крылатые аппараты, как шаттл и детали, они садятся на крыльях, там вообще может быть очень мягкая посадка. Но, например, корабль «Боинг», недавно полетевший в беспилотном пока еще варианте, они сделали еще очень симпатичный вариант именно мягкой посадки. Он надувает специальные мешки, то есть просто корабль, под ним надуваются амортизирующие воздушные мешки, и он на эти мешки приземляется, воздух сжимается и, получается, смягчает удар. Красиво ты вошла в мою грешную жизнь, точнее, вернулась на Землю. Красиво, удобно, в общем, очень такое интересное решение. Ну что, приземлились, и время у нас тут закончилось. Спасибо вам огромное. Столько всего нового, интересного. И, правда, еще читать и читать, изучать и изучать, а лучше слушать лекции популяризатора астрономии и космонавтики. Прямиком из Уфы по скайпу с нами общался блогер Филипп Терехов. Филипп, спасибо вам большое.